Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Угадайте, где я? В самом сверхъестественном городе мира, Иерусалиме. Я очень долго размышлял над вопросом ислам. Это миролюбивая религия или как? И президент Джордж Буш, и Барак Обама, и Пеппа Римский говорят, что так оно и есть. Лучший ответ мне сможет дать мессианская иудейка, репортер мирового класса, которая прожила в Израиле много лет. Она читает арабскую прессу и знает, что происходит на самом деле. Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Я знаком с Широй Сор Карам много лет. Шира и ее муж – пионер мессианского иудаизма в Израиле. Однако эта дара она унаследовала от отца Гордона Линдси. Гордон и Фрида Линдси основали движение «Христос для народов». Именно Гордон в основном вел хронику движения «Исцеление 40-х годов». Но, Шира, это на вас не похоже. Я знаю, что вы великолепный писатель и исследователь. Почему вы стали изучать ислам? Это же не ваша тема. Вы пишите не об этом. Знаю, но в прошлом декабре, когда мы смотрели, как Белый дом приглашает мусульман, я подумала, нам нужно разобраться, что происходит. Я хотела узнать, что там происходит. Я начала изучать эти события, и у меня просто волосы встали дыбом. Я обнаружила, что организация «Мусульманское братство», о которой, как я понимаю, уже многие наслышаны и все знакомы с ее действиями, идет другим путем, нежели Айсиз или Аль-Каида. Вместо того, чтобы идти с оружием, они решили, что придут тихо, очень тихо, возьмут власть и начнут строить мечети. Сегодня в США больше 2100 мечетей. Это данные 2010 года. Я уверена, что сейчас их намного больше. Мечети сейчас повсюду. Их центры повсюду. Создано множество их организаций, и каждая оставит свой след в США. Я едва верила своим глазам, когда начала изучать эту тему. Затем я стала искать, о чем пишет пресса. Американская пресса молчит. Совершенно молчит. Совершенно. Она не пишет о братстве мусульман. Думаю, частично это вызвано страхом. Частично желанием быть политкорректными. Понятно, я живу в Америке, от меня скрывают правду об исламе. Да. Но долгое время для меня остается загадкой и вот что. Что-то во мне волнуется, когда я слышу слова президента Соединенных Штатов Америки. Я слышу, как и президент Буш, и также Барак Обама, они оба упоминали, что ислам — это миролюбивая религия. А вообще это правда или ложь? Это неправда абсолютно. Почему? Из-за Корана дело в Мохаммеде. Вначале, когда у него было мало последователей, он писал такие стихи. «Твоя религия твоя, а моя религия моя». Все было мирно, однако через 10 лет у него было уже 150 обращенных. Он поехал из Мекки в Медину и начал формировать армию, а люди следовали за ним. Все его так называемые откровения, которые, по его словам, приносил ангел Гавриил, оказывались весьма жестокими. «Джихад, джихад — оружие. Вы должны идти, мы должны идти, мы должны завоевать мир для ислама. А если люди не захотят верить в ислам, тогда их нужно убивать, забирать их жен и брать их в рабство». Вот такими были его якобы откровения. Минутку. Сегодня? Да. Мы слышим, что настоящий джихад происходит в душе. Это внутренняя борьба, а не война с оружием. Ну, а вы что скажете? В биографии Мохаммеда, в хадисах, кратких историях, 98% описания, Сид, описание джихада — это насилие и оружие. И только 2% говорят о внутренней душе, и вы, наверное, понимаете, что это было в начале, пока у Мохаммеда не было много последователей. Это есть в Коране, это есть в хадисах, это его биография. И это джихад с оружием. Аллах призвал нас завоевать мир, и мы это сделаем. И тогда люди обратятся в ислам. Я много читал, что есть группа под названием «Мусульманское братство». Они проводят больше собраний в Белом доме, чем любая другая группа. И вот вопрос вам, в чем же цель «Мусульманского братства»? Настоящая цель братства — поставить в Белом доме президента, мусульманина, завладеть Конгрессом и Сенатом. Знаю, звучит как безумие, но таковы их цели. Мохаммед говорил, вы должны завоевать мир, установить закон шариата и обратить весь мир в ислам. Они идут более спокойным путем, не в стиле ISIS, однако они уже идут в правительство и в университеты. Держите эту мысль. Вы никогда и нигде не видели в Америке то, о чем скоро услышите. В Израиле это обычное дело. Да, и мы к этому привыкли, однако в Америке это от нас скрыто. Обсудим это, когда вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. В канун Рождества в 2012 году я так заболела, что решила, что я на пороге смерти. Сид, послушав вашу программу и включив несколько молитв ваших гостей, в свой режим дня я была исцелена. Даже мои дети становятся ближе к Господу. Однажды они пришли ко мне в комнату, пока я смотрела вашу программу, и в тот же день моя дочь начала говорить на языках. Поведение моего сына полностью изменилось. Спасибо вам за программу «Это сверхъестественно» и за духовные знания. Я повредил спину и страдал от боли более 34 лет. Я смотрел программу «Это сверхъестественно» об исцелении, и моя спина сразу же была исцелена. Спасибо, Иисус. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем, создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа – Божией любовью. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Шера Сор Карам. Мы никогда бы не узнали о скрытых планах мусульманского братства, если бы не один случай. Я не верю в случай. Я верю, что это была рука Божия. Что случилось с женщиной, которая фотографировала? Несколько лет назад некая женщина в хиджабе, мусульманском платье, фотографировала мост Чесапик. Это выглядело подозрительно, поэтому полиция ее задержала. Выяснилось, что ее водитель был арестован за связь с группировкой «Хамас». Во время обыска дома этого человека, его звали Аль-Бараси, в подвале обнаружили два фургона материалов о планах, целях и стратегиях мусульманского братства. Это стало известно всем в Соединенных Штатах, и я имею в виду правительство. Все узнали, к чему идет мусульманское братство. На самом деле, я узнала это на сайте правительства. Это написано там, на сайте правительства. Почему же тогда об этом не написали в газетах Америки? А зачем, Сид? Ведь это их скрытая стратегия. В ней есть пять основных пунктов. Суммируйте кратко. В чем стратегия мусульманского братства? О, это хитрость. Прежде всего, много лгать. В исламе можно лгать. Это называется «такия». Это разрешение лгать, если это продвинет ислам. Минутку. Президент Соединенных Штатов прилагает усилия, чтобы добиться ядерной сделки с Ираном? Да. А вы говорите, если они соглашаются, и можно лгать, значит, их Бог их не осуждает? Нисколько. Такие законно. Лгать не только можно, лгать нужно. Вы должны ради продвижения ислама лгать. Вы должны делать все возможное, чтобы это сделать, даже лгать. Начинается все очень-очень тихо. Вы строите маленькие молитвенные группы, привлекаете людей и говорите им. Никому не говорите, что мы встречаемся. Мы хотим посвятить вас в ислам. Они не начинают сразу с революционной части. Просто говорят, истинная религия – ислам. Истинный Бог – Аллах. А Мохаммед – правитель Бога. Представитель Бога на земле. Они внедряют эти знания в людей. Видя у кого-то особое посвящение, они отводят его в сторонку и начинают учить, что для каждого мусульманина есть очень важная работа. Нужно помочь сделать мир исламским, создать калифат ислама с законом шариата. Делается это через джихад. И, как я говорила, 98% разговоров о джихаде у Мохаммеда – это оружие. Он говорит, что вы можете это делать только через оружие. Те, кто не подчиняются вере, должны быть убиты. Так расскажите уже о стратегии. В ней пять пунктов. Да, сейчас, как только вы набрали таких лидеров и начали спокойно с ними работать, вы не вызываете никаких проблем. Затем вы начинаете работать со средствами массовой информации, газетами, телевидением и объясняете им, что такое истинный ислам. Вы говорите, что он хороший, в нем нет никакого зла, а зло творят лишь фанатики. Так пресса становится на вашу сторону. Затем число обращенных растет, и вы насаждаете еще больше организаций. Вы даже не можете представить, сколько в США исламских организаций. Их сотни и сотни. Сотни благотворительных и сотни подобных им организаций. Следующий этап – попасть в университеты и поставить там своих людей. Своих профессоров и продвигать ислам еще сильнее. Потом появляются конгрессмены-мусульмане. А потом число мусульман становится достаточным, чтобы начать давление. И если кто-то говорит против ислама, вы с ним судитесь. Вы заявляете, что это исламофобия, и продолжаете свое давление. Вы знаете, что сейчас правительство работает над законом, запрещающим высказываться против ислама. Нет ни одного закона, запрещающего говорить против христианства или чего-то подобного, а против ислама есть. Однако конечная цель поставить в Белом доме президента-мусульманина и превратить законы США в законы шариата. Вот такие у них цели. Два вопроса. Насколько мы близки к их конечной цели своему президенту в Белом доме? В том доме, где полиция нашла два фургона литературы, люди, которые работали по этим планам, сказали, что сейчас проходит четвертый этап. Такова правда. Четвертая фаза. Да, четвертая фаза. Они так считали. В отчете правительства об этом написано не было, но я читала, что некоторые из них планируют поставить своего президента в Белом доме к 2050 году. И это может быть и раньше. Понятно. Очень кратко. Что такое шариат? Хорошо. Каковы его основные элементы, скажем так? Они таковы. Свидетельство женщины имеет ценность лишь в половину от свидетельства мужчины. Мужчина может развестись, сказав три слова, я развожусь с тобой. Женщина развестись не может. У вас может быть четыре жены, а если вы воюете и приводите завоеванных людей, все они могут быть рабами. Женщины под гнетом. Если женщину изнасилуют, нужны четыре мужчины-свидетеля. Иначе дело даже не рассматривается. Его даже не будут рассматривать и защищать женщину. Женщины не имеют права слова. Какая женщина захочет жить по закону шариата? Да, не представляю. Какой здравый человек захочет жить по закону шариата? Когда мы вернемся, вы узнаете о том, каким образом активисты вторгаются в колледже и кампусы и побеждают, а также как Айсис эксплуатируют секс как средство для вербовки в отряды? Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Широ Сор Карам. Широ, судя по вашим исследованиям, американские университеты открывают двери для исламских целей. Что они делают там? В это так сложно поверить. Вот пример. Я смотрела видео, где произраильский активист обернулся во флаг Айсис и спустился по ступенькам одного из калифорнийских университетов. Когда он спускался, девушки и парни, проходящие мимо, говорили «Привет, брат, привет!» Никто не был против флага Айсис. Через несколько минут этот парень поставил перед собой флаг Израиля и стал плевать в него, кричать и проклинать. Вот что происходит в университетах. Вот в чем цель. Через несколько лет выпускники этих крупных университетов будут в Конгрессе, будут в правительстве. Они будут теми, кто принимает решения для Америки. Так что они и есть. Та самая цель, на которую работают Айсис. Сейчас их просто вводят в ужасное заблуждение. А, кстати, вчера я читал в газете, что возле Техаса, в Мексике, есть группа Айсис, которая тренируется, чтобы вторгнуться в Америку. Они разрешат людям мафии из Мехико провести их штаты. Вы рассказывали о сексуальной эксплуатации в Айсис. Чем Айсис так привлекает этих юных, молодых людей, парней и девушек? Расскажите нам вкратце. В биографиях Мохаммед дает инструкции последователям идти и завоевывать, покорять земли, покорять людей для ислама. Когда вы покорите их, все их имущество ваше. Мужчин нужно убить, если они язычники. Вы даже можете насиловать их жен на глазах их мужей. Именно так там сказано. Таковы его указания. Никогда не читал об этом в американской прессе. Конечно. Где же мы сейчас? Побеждает ли ислам, или мы вытесним все-таки его из нашей страны? Он побеждает в том, что развивается в США быстрыми темпами, поскольку в прессе об исламе ничего не говорится, влияние университетов растет. А Белый дом принимает множество советников из мусульманского братства. Ислам распространяется. Он распространяется очень быстро даже в маленьких городах. Мой зять был в маленьком городе в Алабаме. Там стоял огромный, просто огромный мусульманский центр. Зять недоумевал, зачем маленькому городу такой огромный центр. Они растут. Они строятся по всем Соединенным Штатам. Они оставляют свои отпечатки по всему США. И также они планируют одержать верх. Недавно я закончила статью о вере шиитов в Махди. Это посланник Аллаха, которого они ожидают сейчас. Это их версия Мессии? Точно. Сейчас они действуют в Иране. Их главная задача вернуть Махди на землю. Махди придет, когда будет война. Когда люди с оружием начнут джихад. Убивая христиан и остальных неверных. Наверное, поэтому они так хотят владеть ядерными бомбами. Думаю, да. Шииты верят, что когда Махди вернется, Иисус тоже вернется. Он будет помощником Махди в это время. Вы можете представить себе? Это же нонсенс. Да, и он будет пророком. Он придет и объяснит, что вера людей в то, что он, Сын Божий, была ложью, заблуждением. И он поможет Махди обратить весь мир в Ислам. Вот во что верят шииты. Вот что происходит. Почему вы говорите, что Израиль – ключ к пониманию последнего времени? Потому что в течение жизни я видела, что если христианский лидер, или даже неверующий, не понимает Божьего плана на Израиль, он не понимает ценность Израиля, он не понимает, что Аллах – это не Бог. Откуда мы это знаем? Потому что Бог – это Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог – это Бог Израиля. Если забыть об этом, мы будем открыты для мысли. Может, Аллах – просто тот же самый Бог? Понимаете? Но Аллах ненавидит Израиль. А Бог Авраама, Исаака и Якова любит Израиль. Это не один и тот же Бог. Людям нужно настроиться на то, что Библия и в Ветхом, и в Новом Завете говорит об Израиле. В послании к римлянам, 11 главе сказано, что есть принятие Израиля, как не жизнь из мертвых. Так что Израиль должен прийти ко спасению, в то же время, когда на землю придет великое излияние Бога. В то же самое время, в имя Сидд. У меня есть для вас новость. Мы служим живому Богу. Хочу сконцентрироваться на хорошей новости. А она в том, что Он скоро вернется. Он любит вас. Если вы сделаете к Нему маленький шажок, Он побежит и заключит вас в Свои объятия. Вы переживете настоящую любовь, не голливудскую, а настоящую. Просто попросите у Него прощения за те ошибки, которые вы совершили. Скажите, «Ешуа, стань реальным для меня!» Скажите это своими устами. «Я признаю тебя Господом моей жизни!» «Живи во мне!» «Помоги мне понять тебя!» «Читайте свою Библию и присоединяйтесь к счастливейшему народу на земле!» «Ешуа, царь иудейский!» «Присоединяйтесь и порадуйтесь в Нем!» Жизнь меняется. Человечество строит, растет, движется, преуспевает. Наша хаотичная рутина так поглощает нас, что мы становимся забывчивыми. Среди жизненного хаоса одно остается неизменным. Сталкиваясь с обстоятельствами и трудностями, мы можем обратиться к обещаниям того, кто никогда не меняется. Жизнь меняется. Слово Божие остается неизменным. Исцеляющее Писание. Заходите на наш сайт, чтобы узнать об этом больше. Я вырос в бедной и суровой семье, где были алкоголь и наркотики, но Бог использовал вашу программу, чтобы омыть боль моего прошлого и дать мне новую надежду на будущее. Теперь я свободен и каждый день хожу в сверхъестественном от Бога. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость пережил дикую любовь, экстремальную. Вы не ослышались? Дикую любовь Бога. Доверьтесь мне. Эта программа будет дикой. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова